Всем привет! В этом видео я вам расскажу и покажу, как делать возврат средств за игру в стиме. На самом деле это очень простая процедура, на которую стоит уделить буквально пару минут. Но многие новые пользователи не знают, что и как делать, поэтому это видео предназначено для тех, кто купил игру по ошибке. Или купленный продукт не оправдал ожиданий и вы хотите вернуть потраченные деньги. Geek Brains это инструмент для тех, кто ищет знания, которые воплощают мечты. Мы помогаем не просто освоить профессию, мы помогаем освоиться в профессии. Даем возможность реализовать свой потенциал и стать ценным специалистом в сфере IT. И не только. Geek Brains объединяет в себе множество знаний для разных возрастов. Для творческого развития или для изучения профессии, востребованной в любой точке и любой компании мира. Образовательная платформа позволяет учиться везде, где есть интернет. Потому что мы понимаем, знания это возможности для всех. Возможности развивать и развиваться, аккумулируя идеи. Создавать и менять мир. Воплощать свои мечты и приближать мечты других. А воплощая мечты, мы воплощаем будущее. Итак, допустим, вы зашли в магазин и увидели какую-то игру по скидке и решили ее купить. После покупки вы ее скачали и установили. Но уже после 15 минут игры вы поняли, что она вам не нравится. И вы не намерены больше в нее играть. Тогда возникает вполне логичный вопрос. А кто вернет деньги? Ответ простой. Поддержка Steam вернет вам деньги сейчас. Я вам покажу, как все сделать правильно и какие есть нюансы при запросе на возврат. Для начала заходим в раздел «Справка». Слева сверху затем служба поддержка Steam. Тут вы можете увидеть вашу последнюю активность, сколько и в какие игры вы играли за последнее время. Но эта статистика не нужна нам. Нужна та игра, за которую вы хотите вернуть средства. Если ее нет в списке, то заходим в раздел «Игры и программы». Мы выбираем вашу игру, после чего у вас появляется список проблем, с которыми вы, вероятно, столкнулись зачастую «Я нажимаю товар не оправдал ожиданий». После чего вы переходите на другую страницу, где вы можете попросить помощь в устранении неполадок или запросить возврат средств. Мы выбираем второй вариант. Хочу вас предупредить, что если с момента покупки прошло 14 дней, то, скорее всего, вам не вернут деньги. Но стоит понимать, что всегда можно написать службу поддержку, письмо, в котором нужно указать те или иные проблемы, с которыми вы столкнулись. И, возможно, вам подойдут и пойдут навстречу. В общем, если еще не прошло 14 дней с момента покупки продукта, то вы можете смело запрашивать на возврат. Также вы можете выбрать причину, по которой это делаете, но это не обязательно. Ну и после оставленной вами заявки в течение нескольких дней вам придут деньги, которые вы потратили за игру. Важно понимать, что если вы купили игру по скидке за 5 долларов, а через неделю акция пропала и стоимость стала 30 долларов, вы не думайте, что сможете обмануть систему, вам не придут 30 долларов, а придет ровно столько, сколько вы потратили. Если же вам не пришли деньги, но игра пропала в библиотеке, то советую вам связаться с поддержкой Steam. Надеюсь, что я вам чем-то помог и вы узнали для себя что-то новое. Буду рад, если вы поставите лайк и подпишитесь. Субтитры сделал DimaTorzok